Итак, всем добрый день, доброе утро, добрый первый день 2019 года. Как меня слышно, как меня видно? Давайте сейчас настроим звук, потому что я нахожусь у родителей, у меня сейчас отец спит. А по Торе нельзя будет родителей. То есть есть в Талмуде известная история, где спрашивается, как нужно относиться к родителям. Сейчас я расскажу. Давайте скажите мне, как лучше, с микрофоном или без? Как слышно меня сейчас? По десятибальной шкале напишите, как меня слышно. Лилия Берман, молодец, прям видно, для кого Тора важно, для кого был важен новогодний огонек. Как слышно меня? Напишите по десятибальной шкале, как меня слышно. Как слышно по десятибальной шкале? Слышно хорошо, отлично. Все, 9 по десятибальной шкале. Значит, я громче говорить не буду, вы тогда сделайте, если что, громче звук. Так, в Талмуде... О, Алекс, поделка, все, будет ртовшо. Итак, значит, в Талмуде рассказывается там вопрос про уважение к родителям. И там спрашивается, до какой степени. И приводится одна история, как был один человек, причем он не был еврей, почему-то приводится, как надо почитать родителей, не из еврейской специфики. И там был один человек, он был идолопоклонник из Аштилона. И к нему пришли мудрецы покупать у него драгоценный камень для храма. А этот камень лежал в сундуке, который стоял под кроватью, на которой спал его отец. И он говорит, нет, говорит, я не разбужу. Я не разбужу, значит, все. И они ушли, написано, почему-то они ушли. А потом, то есть он готов был даже деньги потерять. Вот я сейчас думал, как правильнее поступить. В общем, буду тихо выступать. Сейчас буду тихо рассказывать нам недельную главу. Не недельную главу, Мишли, 22 глава у нас сегодня. Шестой отрывок. Так, Ирина Ирина, всем шелом. Итак, значит, шестой отрывок. Шестой отрывок, он звучит так, что Ханох, Ханох Линаар Альпидарко. Значит, воспитывая человека по его пути, говорит нам царь Соломон, Дмитрий Тим, шелом. Воспитывая человека по его пути. И также, когда он постареет, лоя сурмимэна, он с этого пути не сойдет. Значит, из этого отрывка мы видим две вещи. Первую вещь, которую мы видим, что у каждого из нас есть свой путь. То есть у каждого подростка есть к чему-то талант. И очень важно этот талант свой было найти в том подростковом возрасте нашим воспитателям, нашим тем людям, которые нас программировали, воспитывали. Нужно было найти этот талант и воспитать подростка. То есть это внешнее должно было воздействие быть, чтобы воспитать подростка по его пути, по его таланту. Потому что сам по себе подросток, он сравнивается с детям-осленком. Такое, да, дети-осленок его колбасит, у него мозг еще не установлен, он вниманием своим не контролирует. Он попадает под любое влияние, у него нет еще жизненного опыта. Поэтому дети и подростки так специально сделаны на мироздание, что они находятся под воспитанием, под влиянием окружающих. И нам сказал царь Соломон, что ханех воспитает подростка своего, да, если у вас есть какие-то подростки под рукой сейчас для того, чтобы это применить, то отлично. Если нет, то просто нам станет понятно, как эта штука работает. Значит, то, что в подростковом возрасте в человека вкладывается, в детском и подростковом, это потом с ним остается на всю жизнь. И вот, например, вчера, там вот эти все «Ирония судьбы с легким паром». Я видел этот фильм в детстве раз, наверное, 15. То есть 15 раз, одна и та же история. Это если бы я столько... Потом после этого я недельные главы так повторял, там, раз в году. Но этот фильм у меня, он в голову влез. Все остальные вот эти вот там Винни-Пухи, Капитаны в Рунделе. Там «Ночью меня разбуди», я все помню, да, все эти взведи с кострами, «Синие ночи, мы пионеры, дети, рабочих». То есть вся вот эта вот информационный мусор, даже это не мусор, потому что весь этот мусор создавался с определенной целью. Он же проходил цензуру, он же проходил через 10 проверок на вопрос, как он повлияет на детей и подростков в Советском Союзе. И специально обученные люди вырезали каждое слово, которое могло привести человека к осознанию Бога, например, или к свободе, или к осознанию тому, что там это общество как-то устроено несправедливо. То есть нас всех программировали, качали какую-то информацию, которая не нужна была для чего? Для того, чтобы реализоваться альпидарко. У каждого человека есть свой путь, свой талант. И если бы в то время нашли этот талант и правильно его воспитали, как алмаз, и его огранить, тогда вот мы бы сейчас сидели бы, Наталья Хачук была бы, например, я не знаю, какой-нибудь, может, матерью Терезой была бы Наталья Хачук. То есть, ну, образно, не обязательно именно матерью Терезой, но она могла, у нее, может, был талант какой-то к организации благотворительных каких-то мероприятий. Ну, образно. Или там кто-то другой мог бы еще в чем-то быть, да. Но нас не воспитали, или вас не воспитали, или давайте кого-то не воспитали. И он всю жизнь смотрел иронию судьбы с легким паром, потом, значит, шел в баню с друзьями, и потом набухивался на Новый год и засыпал в оливье. Все. Теперь, понятно, да, значит, два совета нам дает царь Соломон. Первый совет – это найти талант у подростка, у ребенка, у подростка найти талант, или у себя даже, в принципе, никогда не поздно. Пока горит свеча, пока человек жив, то можно найти свой талант самому, и самому его этот талант, значит, гранить, потому что реализация таланта – это как интересная история, почему никогда не поздно. Вот Олег Мацюк, Шалон, Харуки Мураками начал писать книги после 30. То есть, он до 30 лет был просто, у него был бар, бармен такой, да, он был. И после 30 лет он решил, что надо написать книгу. И он написал первую книгу после 30 лет, и дальше он написал там 20 книг, получил все мировые премии по литературе. Так он говорит, что у каждого человека есть талант, у каждого человека есть талант. Но для того, чтобы этот талант реализовать, нужны еще два качества. Концентрация внимания, умение сконцентрироваться. И второе качество – это концентрация и выносливость, он сказал, да. Теперь концентрация и выносливость – это два качества, которые можно и нужно развить. Сам он лично у себя развил эти качества через подготовку к марафону и через ежедневные, часовые, двухчасовые пробежки, которые – это как медитация, которые позволяют ему усилить свою концентрацию и усилить свою выносливость. И дальше он садится, концентрацию он пишет по 4-5 часов, не вставая, сосредоточенно думая над одной какой-то своей историей и идеей. А выносливость он это делает каждый день на протяжении минимум года. И каждый год выдает суперкнигу, да. Это, и он говорит, что талант есть у каждого, а вот концентрацию и выносливость – это человек обязан развить в себе сам для того, чтобы реализовать свой талант. И даже найти его. Потому что он говорит, у кого-то талант на поверхности, а у кого-то талант находится где-то скрыто, как нефть. Так нам царь Соломон говорит, что вообще, если, ну он же нам давал такой взгляд системный на жизнь, он говорит, ханех на аральпидарко. То есть, если у тебя есть подросток, ты должен это сделать. То есть, найти его и дальше что? И дальше его воспитать. Бодертов. Теперь дальше. Понятно, да, нам очень это важно. Ну, а так нам Харути Мураками доказал, что никогда не поздно можно. И зачем Харути Мураками нам нужен, когда у нас есть свой Раби Атива? Зачем нам вообще Харути Мураками? Раби Атива начал Сору учить. Тору начал учить в 40 лет. В 40 лет он начал учить Тору. Он пошел в Хедер со своим сыном. Он каждый день, значит, учился. А насчет концерта... Вот смотрите, да? Харути Мураками, он просто рядом. Раби Атива. Самая известная история, история, когда он был талант. Дети талант. Его увидела дочка местного олигарха. Рахель ее звали. Дочка Кальба Самуа. И она увидела в нем талант. И она ему говорит, у тебя талант, великая душа, ты можешь стать невероятным, там, выдающейся личностью. Выходи, женись на мне, и, значит, у тебя все будет отлично. Он на ней женился, родился ребенок. Ее папа выгнал из дома. И они живут в бедности вообще. И у него еще он пошел попробовал учить Тору, и у него ничего не получилось. Значит, Раби Атива такой говорит, что же делать? И он начал пасти овец, надо же что-то кушать. И пас он овец, и как-то он шел, как-то он шел по улице, не по улице, по горам, по тропиночке, и увидел, как вода капает на камень, и там выточила уже дырку в камне. И он говорит, секундочку, если вода сделала дырку в камне, так Тора, которая огонь и вода, которая это мудрость от Бога, неужели она не сможет пробить мою вот эту вот сорокалетнюю, вот эту вот систему, я не знаю, там, какие мульти эти были в то время, во время Раби Ативы, и что ему в детстве его, как его воспитывали, но он говорит, если вода сделала дырку в камне, так Тора, она точно сделает дырку в моей голове, и я ее пойму, и восприму. И он сел учиться, и начал он учиться день за днем, со своим сыном пошел в Хедер, и Раби Атива стал великим мудрецом, один из самых величайших мудрецов за все поколения, он был потом как глава мудрецов, как царь в еврейском народе, то есть он с сорока до восьмидесяти он учился, с восьмидесяти до сто двадцати он уже обучал, и этот путь открыт каждому из нас, вот, например, Авраам Истроэль Кулатов, он еще молодой человек, ему, ну, не сорок, как Раби Ативы, но он начал Тору учить, наверное, лет в сорок пять, может, в пятьдесят, но у него есть возможность, как Раби Атива, то есть концентрация плюс выносливость, плюс Тора, который огонь и вода, сделает его величайшим мудрецом нашего поколения. Это был шестой отрывок, теперь седьмой отрывок. Седьмой отрывок, значит, седьмой, восьмой и девятый отрывок, они, значит, Малбим, а мы идем по комментарию Малбима в основном, он их связывает в одну историю, то есть они как бы сами по себе, они непонятны. Давайте сейчас я прочту все три отрывка, и тогда дам его объяснение, потому что иначе не совсем понятно. Значит, седьмой отрывок такой. Богатые господствуют над бедным, а ширбы рашим им шоль, то есть богатые на бедными, будет властвовать. В эвет лове лиш малве. И раб взаимодавец, который должник, раб он тому, кто дает взаимы. Это седьмой отрывок. Теперь, ну, давайте я подряд буду объяснять, как он объясняет. Значит, он объясняет нам так, что еще со времен Юсефа, когда Юсеф в Египте был голод, работала вот эта схема, когда у бедных людей, не было же тогда никаких социальных служб, там, никакой защиты, пенсии, ничего этого не было, это все появилось в последние сто лет. До этого было полное бесправие, кто сильный, тот и прав, джунгли. Были, конечно, кодексы, которые что-то пытались там, как бы, управлять, но особо мир был очень детей. И была такая ситуация, что если у человека не было денег, то ему не к кому было пойти, он шел к богатому. А богатые были в основном такие люди, ну, у них было правило у богатых. То есть, есть известная история, как один бедный пришел к богатому, ему говорит, нет у меня денег, займи мне рубль. В российское время. Тот ему говорит, ну, слушай, как я тебе рубль займу? Ты же знаешь, что я просто так тебе рубль не займу. Я тебе займу рубль, а ты мне два отдашь. Согласен? Тот говорит, ну, согласен, что мне делать? Кушать нечего. Тот ему говорит, смотри, говорит, ну, ты же понимаешь, что я как-то я тебе дам рубль, и где я тебя потом найду? Это ж жизнь. Мне нужен залог. Вот что у тебя есть? Вот топор у тебя есть, да? Тот говорит, так топор, это у меня единственное средство производства. Он говорит, не знаю, хочешь рубль, значит, отдашь два, и топор в залог. Тот говорит, ну, что делать? Да, на тебе топор, значит, все, буду два должен. Давай рубль. Тот ему дает рубль, забрал топор. Ему говорит, слушай, ну, ты понимаешь, говорит, что тебе же два потом тяжело будет отдать. Это же, где ты сразу два рубля возьмешь, у тебя сейчас рубля не было. Давай, значит, так, ты мне сейчас отдай рубль, вот у тебя рубль же есть, а рубль потом отдашь, будешь должен. Тот говорит, да, действительно, два мне потом тяжело будет отдавать. отдал ему рубль, значит, выходит на улицу и говорит, что такое, говорит, не понял, ни рубля, ни топора не осталось, рубль должен, и вроде все правильно. Вот так вот раньше была ситуация, кстати, сейчас я понял, почему Раша объясняет этот отрывок по-другому. Раша объясняет этот отрывок, что богатый мозгами, умный, он будет властвовать над Рашим бедными мозгами, то есть человек умный, он будет властвовать над теми, которые глупые, которые не знают, как все работает. И должник раб взаимодамца, значит, теперь, ну мы идем по Малбиму, Малбим говорит, что раньше это было принято вообще повсеместно, повсеместно, когда люди, как в Египте, они пришли к Иосифу и говорят, нет у нас что кушать, забери у нас вначале, там они отдали ему все золото и серебро за хлеб, потом они отдали ему свой скот за хлеб, а потом они пришли и сказали, забирай нас, все, мы рабы твои. И забрал Иосиф всех в рабство фараонов. И так было в России крепостное право, так было во всей Европе, так было вообще во всем мире, что бедные, они приходили к богатым, занимали у них деньги, занимали деньги под огромные проценты и в конце продавали себя в рабство, и так была феодальная система, крепостное право, то есть почти во всем мире было так, что должники становились рабами у взаимодавства. И к чему это приводило, восьмой отрывок такой, восьмой отрывок, Зурея Авла, Икцор, Икцор Авон. Значит, сеющий неправду, Зурея Авла, Авла это, ну, преступление, искривление, преступление, ну, такой нечестный путь, значит, он пожнет, то есть, что посеешь, что и пожнешь, это закон кармы, главное, вы знаете, как, что такое карма, все говорят, карма, восточная психология, восточная философия. Восточная философия, она, вот самые такие крутые, которые пытались объяснять, что такое это карма, они объясняли это фразой, что посеешь, что и пожнешь. Вот эта фраза, вот эта фраза, восьмой отрывок 22 главы, говорит нам царь Соломон, Зурея Авла, тот, кто сеет неправду и зло, Икцор Авон. Он пожнет беду здесь, переводят беду, но Авон это, это, ну, преступление, то есть, когда ты входишь на вот эту кривую дорожку, что посеешь, что и пожнешь. И вот эти богатые, они брали бедных с их семьями, брали их в рабство и заставляли их работать тяжело, ничем не платили. И перед отменой крепостного права в России за год было тысяча, больше тысячи крестьянских бунтов. Царь был вынужден отменить вот этот, сделать указ об отмене крепостного права, потому что было за год тысяча крестьянских бунтов. И в каждом бунте крестьяне своих помещиков убивали, сжигали, сжигали их имущество, все у них забирали. И тогда царь говорит, слушайте, ладно, отменяй крепостного права, выкупите себя. И они не могли себя выкупить. И оно как бы отменено было на уровне законодательном, но крестьяне должны были выкупить себя, а денег у них не было. И они продолжали быть также в крепостном праве. Но об этом и говорится, что тот, кто сеющий неправду, включая царя, пожнет беду. И что посеешь, то и пожнешь. Царя этого, что с ним дальше стало, тоже убили. Потому что написано в конце, «Вэшевет эврато ихле». И вот этот вот бич надсмотрочника, «Шевет» – это та палка, которыми заставляли били бедных, он что? Он исчезнет, закончится. Это то, что было, говорят, вот убили царскую семью. Да, конечно, может быть и нехорошо, не может быть, нехорошо было убивать семью царскую. Но царя, царя почему нет? Царь этот, он же был преступник. Сколько людей, а погромы возьмем, которые были санкционированы царем, там убивали и женщин, и детей, и убивали там всех и больных, и этих. За что? Они были евреи. А царь был черносотенец. Царь этот был в черной сотне, поддерживал этих черносотенцев. И убивали вот так на улице, убивали женщин погромы. Это было ужасно. А стоял рядом полицейский и никого не трогал. Почему? Приказ царя. И потом царь, он посеял вот это. Что он пожал? Его точно так же в семье убили. Это что посеешь, то и пожнешь. Карма. И нам царь Сламон об этом сказал, что сеющий неправду пожнет беду и бить жестокости исчезнет. То есть тот, кто пытается властвовать над другими, используя жестокость и заставляя их, того сносит цунами истории, сносит вообще без... По закону кармы и военного времени. Все. И значит, а кто установил эти законы? Кто карму установил? Бог установил. То есть карма – это описание причинно-следственных связей, которые существуют в мире. А кто сделал причинно-следственные связи? Бог сделал. Бог создал мир, так запрограммировал. Дальше. Девятый отрывок. То в айн у и в урах. А тот, у кого хороший глаз был, он будет благословлен, говорит царь Соломон. То есть не все богатые были такие. Были богатые, которые... Был, например, Робин Гуд, который богатых грабил и отдавал бедным. У него была единственная проблема, что когда он видел человека среднего достатка, он впадал в ступор. Он не знал, что с ним делать. У него был такой когнитивный диссонанс. Зависал. Но были люди, которые были богатые, и они были добрые. И вот то в айн, который был хороший глаз, у и в арах. Он будет благословлен. В 9 отрывке, говорит царь Соломон, от имени Бога. Тинатан, Милохмоля дали. Потому что дал он от своего хлеба, дал он бедному. То есть в Паторе, в Паторе человек обязан просто, обязан. Там есть очень много заповедей, регламентирующих поведение человека богатого, которому Бог дает. Он должен оставлять и край поля для бедных. И он должен оставлять все, что у него падает, там колости, снопики, там все он должен оставлять для бедных. Десятую часть урожая он должен оставлять для бедных. Если написано в празднике, ты кушаешь, и ты не уделяешь, не выделяешь часть своего праздничного достатка бедным людям, это вообще Богу противно, лучше бы ты вообще не кушал. И так далее, и так далее. То есть Тора очень сильно регламентирует, и она говорит, что если тебе Бог дает, то это подарок от Бога, а в этом подарке лежит доза, которая идет бедным. И, значит, девятый отрывок, получается, что тот, кто так себя вел, то тех даже во время бунтов, их оставляли в живых, и они прекрасно себя чувствовали, и даже их назначали потом над собой царями. Потому что, если он такой добрый, он делится, значит, давай мы будем ему, ему будем, давай сделаем его царем. Вот этим образом, кстати, интересно, все вот эти очень дисханы там и так далее, они выделяли своим солдатам большие завоеватели, они для какой-то части населения, они говорили, я вам выделяю очень много всего, пошли воевать, а где взять то, что я выделяю? Пойдем заберем. Это такое сомнительное добро, да, когда человек говорит, пойдем сейчас заберем у них. Как в первой главе царь Соломон рассказывал, это путь мышления грабителей, когда они втягивают честных людей, они говорят, иди к нам, братьями будем, у нас будет один общий карман на всех и так далее. Как коммунисты, да, они говорят, все, не можем мы больше терпеть этого царя, самодержавия, капиталистов, давай все у них заберем, и мы братья будем, поделим там, все поделим. В общем, забрали у всех, потом горстка коммунистов, коммунистическая партия, во главе там с еще меньшей горсткой, все это себе забрали, а всех остальных в тюрьму, забрали паспорта и давай работать. Эх, в общем, такой, десятый отрывок. Десятый отрывок, значит, что делать, что нам делать? Десятый отрывок переходит на личный, на личного же человека, личного же человека, она строится так. Так, гарэш лец, прогони насмешника, в еце, в еце мадонн, и уйдет, мадонн, это, это ссора такая, переходящая в суд. То есть, есть ссора, а есть, поссорились, а есть ссора, которая вот идет, как бы, ну, уже судятся за что-то, за имущество, еще за какой-то вопрос. Это называется мадонн, значит, прогони насмешника, и уйдет вот этот вот мадонн, раздор, да, в ежбот дин в эколонн. И утихнет, дин это суд, и колонн, и позор. Значит, есть люди, каждый человек, он устроен, ну, внутри мы знаем, да, есть у него вот это вот злое начало, ецарара. И это ецарара, оно очень сильное. То есть, если мы посмотрим, насколько сильно Бог создал человека с этим ецарара, мы удивимся очень. Потому что, если мы возьмем первого, вообще, вот первый был человек, Адам решен, произведение Бога. То есть, он его прям создал, он с ним лично разговаривал, он ему лично давал задания, он ему сделал женщину, вообще, вот это вот, как человек сказал ему, это женщина, которую ты мне сделал, значит, она меня, там, на меня повлияла. То есть, первый человек, это был полностью произведение Бога. Теперь у него было два сына, это уже произведение человека. Два сына, Эвель и Каин. Они были произведения человека, но они были пророки, они с Богом общались, Бог тоже с ними разговаривал. Не было у них никаких там предыдущих поколений, детских трав, мультиков, там, ничего у них не было. У них, они были просто люди, которых создал Бог, и второе поколение, это Адам решен, и от него пошли Каин и Эвель. И что они сделали? Насколько сильно у них было злое начало? Вот, вот, если мы сейчас хотим в чистом виде увидеть природу людей, то, что в нас Бог вложил, и то, чем мы должны бороться, она выглядит так. Первое. Каин позавидовал Эвелю. Зависть. Зависть есть у всех людей. Царь Соломон пишет нам в Коэлите, Экклезиасте, что все даже самые хорошие дела в мире сделаны из-за зависти человека к другому. То есть, зависть, она бывает ведет человека и в хорошую сторону, когда, например, там, вот я завидую Якову Шатадину, что он больше меня Талмуду учит. И я думаю, нет, я, значит, докажу Якову Шатадину, что я тоже могу Талмуд учить. И я, значит, сделаю там окончание Масехита, например, раньше, чем он. Эта зависть ведет, например, меня к изучению Тора, к самосовершенствованию, да? Поэтому царь Соломон сказал, что даже хорошие дела сделаны из зависти. Теперь, значит, но когда Каин позавидовал Эвелю в том, что Эвель принес жертвоприношение лучше, и Бог его принял, так он его убил. А он вначале расстроился. Второй грех, да, такой грех и то, что есть в природе вот этого злого начала, это такое уныние, это такая депрессуха, это взгляд на мир, такое очернение, да? Ведь интерпретации уже у Каина было много возможностей, да? Он мог себе сказать, какой Эвель молодец, пойду-ка я сделаю, как он. Вот я у него научусь и буду сделать точно, как он. И Богу тоже понравится мое жертвоприношение, а может еще лучше, чем он сделает. Но Каин, он сказал, нет, почему одним все, а другим ничего? Почему, что за несправедливость такая в мире? И он начал, себе начал рассказывать истории про Каина, про Эвеля. И когда он себя так накрутил своими историями, он не нашел ничего лучше. Бог ему даже до этого сказал, говорит, что ты расстраиваешься? Если тебе, значит, не нравится, говорит, то, что происходит, сделай лучше. У тебя есть все возможности. А Каин что? Нет. Он, значит, пришел к Эвелю и убил его вообще, представляете? То есть он такую с ним устроил, как бы, историю, что он его убил. Это природа людей, значит, уныние, грусть, депрессивность, пессимизм, пессимистический взгляд на будущее, зависть. Так мы видим в чистом виде. Каин и Эвель – это первые поколения человечества. Теперь, значит, и это есть в каждом из нас, это то, что каждый из нас преодолевая, становится цадиком, становится праведником. То есть преодолевая пессимизм, ты становишься оптимизмом и попадаешь в такой хороший, красивый, розовый мир. Преодолевая депрессию, вот эту вот скуку, ты становишься радостным, веселым. И самый радостный человек – это Раби Нахман. У него такие были депрессии, он вообще не понимал, зачем жить и так далее. И он вывел вот эту свою систему, которая человека поднимает из самой большой депрессии. Да, это как раз вот Бресловский хасидизм. Значит, что еще есть у человека? У человека есть зависть, желание забрать у другого, но эта же зависть может человека привести к тому, что он начинает учиться, работать, стараться и достигает в жизни каких-то результатов, ну и так далее. То есть все негативные качества нужны нам для того, чтобы их перевернуть в позитивные. Тот, кто сумел это сделать, он вообще поднимается на такие уровни. То есть для того, чтобы подняться на какой-то уровень, есть падение для поднятия. То есть пока жареный петух не клюнет, у человека нет мотивации, значит, нет мотивации выбираться из этой ситуации. Но выбираться можно по-разному. Можно выбираться наверх, а можно выбираться, когда человек не знает, как выбираться, он может еще хуже в другую сторону пойти. Теперь, сказал нам царь Соломон в 10-м отрывке, гарэш лец, прогони насмешника. Есть люди, которые, они ходят и они вытаскивают вот эти вот противоречия, то есть они сплетники, насмешники, лошонара, злоязычия. Это те люди, которые провоцируют, они являются источниками, этими активными источниками вот этой негативной, негативной ментальной и эмоциональной энергии. И вот эти вот насмешники, стептики, цинити, да, вот самое большее подходит на насмешника, цинити. Вот эти цинити, они, значит, входят в разные ситуации, в компании, и они джжжжжж, как искра, которая в них пробуждает раздор в этих других людях. И начинаются тяжбы, они начинают друг с другом бороться, аппетитироваться там и так далее. И что потом, и по страмлению приходит колонн, потому что в любой тяжбе обе стороны начинают друг на друга говорить разные гадости. И что, кто выиграл? Ничего. Поэтому у человека должно быть внутреннее такое прямо конкретное намерение, желание, прямо такое, именно цель, да, стать позитивным, стать радостным, стать спокойным. Выстроить так себя и свою жизнь, чтобы быть максимально здоровым, максимально счастливым, максимально реализованным. То есть двигаться, двигаться. И что? И при этом принимать то, что есть, радоваться тому, что есть, по-хорошему завидуя другим людям, которые смогли сделать больше, и у них учиться. Потому что если бы Каин сделал то, что смог сделать Эвель, а это было просто, ему Бог сказал, что ты вообще паришься? Сделай, и все получится. Просто сделай это, как сделал Эвель, возьми, принеси не из плохих плодов льна, а принеси что-то хорошее, ну там, с воодушевлением, ну и так далее. Все понятно? Значит, вот мы сегодня выучили 4 отрывка, да, прямо 4-5, даже мы рванули так вперед. Выводы. Выводы первые. Воспитывай подростка по его пути, когда он состарится, не свернет с него. То есть если вы находите свой талант и в него вкладываете свою работу, то вам до старости будет чем заниматься, будет интересно, будет развитие и так далее. Второе. Это, значит, как бы вот эти все разговоры про бедных, про должников, про то, как они уходили. Как нам применить? Не знаю, как нам применить, но как минимум не берите кредиты. Не берите кредиты, потому что в наше время все вот эти вот большие там кредиты, потребительские и так далее, они все как раз, это та же самая, как раньше было, да, что тот, кто занял, он становится рабом тому, кто дал, банку там и так далее. Это все очень стало такое, ну, light, такое мягкое, но суть осталась. То есть человек набирает кредитов, и он на всю жизнь раб вот этих вот кредитов, материальных вещей. Человеку нужно минимизировать свои, свои, как бы, условия достаточности, работать, стараться, то, что больше, отлично, вообще, слава богу, двигаться, развиваться, но не гнаться за миутаро, да, за лишним, за излишками. Все это из этих вот трех поступков, трех отрывков про взаимоотношения в древности бедных и богатых, и про насмешников, не надо общаться с насмешниками, просто не общайтесь с негативными людьми, минимизируйте общение с негативными людьми, потому что это как из краски, поведешься, от того и наберешься. Все, удачи, успехов, благословения, и, то есть, все ответы на все вопросы есть в Торе. Все, удачи, всего хорошего, и мы начали год, 2019 год, чтобы это был год ежедневной, такой системной работы над собой, преобразование своего мышления и, как следствие, преобразование всей своей жизни, потому что жизнь каждого из нас – это следствие нашего мышления, следствие. То есть, все, что происходит во внешнем мире – это следствие. Что посеешь, то и пожнешь, чтобы мы об этом всегда помнили, и сеяли только добро, сеяли только добро, только здоровье, только хорошие вещи. Все, всем пока, хорошего года.